Дорогие братья, наверное, слово мое будет немного долгим, но прошу вас потерпеть. Первое, что хочу сказать, не бойся. Эти слова в Святом Евангелии звучат 365 раз. То есть, по сути, Господь нам каждый день говорит, не бойся. Чего мы можем испугаться там? Конечно же, одного, смерти. Но мы с вами верующие люди, мы христиане, и мы знаем, что смерть здесь, на этой земле, она непременно наступит. И мы здесь с вами временные, чтобы перейти в жизнь вечную. С чем мы туда придем, зависит от каждого уже из нас. Если мы здесь творили благо, если мы жили по заповедям Христовым, конечно же, мы будем со Христом, со всеми святыми, с Его воинством, с ангелами. Я хочу сказать вам, кто не знал, кто знал, напомнить, что церковь за воинов молится каждый день. Вся полнота церкви во всем мире. Не только русская православная церковь, болгарская, греческая, американская, антиохийская, иерусалимская. Вся полнота мира каждый день возносит молитвы за воинов. Она не возносит молитвы за комбайнеров, которые так же кормят, так же важна профессия, которая кормит людей хлебом. Она не возносит молитвы за каких-нибудь айтишников, которые дали нам телефоны, без которых мы сейчас не можем. Церковь каждый день молится за воинов. Это не профессия. Это служение. И вы сейчас, придя сюда, каждый оставив свою профессию, свой дом, свою семью, то, что было вам дорого, близко, комфортно, вы все оказались здесь, в этих непростых условиях. И сейчас вы идете навстречу лицом к лицу, оказавшейся смертью. И у каждого свой час. Господь всем отмерил, сколько ему здесь еще прожить. Но вы избрали для себя священный путь. Вы не просто люди. Вы не какой-то обычной профессии люди. Нет. У вас уже священный статус. Не просто человека. Воина. Для каждого из вас уготовано место рядом с Богом. Но только в том случае, если вы встали на защиту своего отечества. Как сказали уже раньше, идет действительно священная война. Мы один народ. И как все вы знаете вот эту детскую сказку, когда отец дал своим сыновьям веник, и они не могли его сломать. Дал им прутья из этого веника, легко сломали. Вот так же нас. Взяли и разделили один народ. Для чего? Чтобы мы стали слабыми. Чтобы Россия стала слабой. И ее легко можно было уничтожить нашим врагам. Но вы сейчас поднялись защитить нашего брата. То большинство людей, которое на территории Украины ждет нас, чтобы избавить от этого нацизма, от этой мелкой шайки, которая очень громкая и агрессивная, но запугивает весь свой народ. Которая продалась врагам нашим. Вы встали на защиту этого народа. Всего нашего три единого славянского народа. И потом, нас всех объединяла, естественно, вера. Естественно, нас всех объединял Бог. Сегодня был принят в Украине закон о запрете Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. С этого дня она больше не должна существовать. Все верующие, архиереи, священники, православные, обычные люди, которые молятся так же, как и мы с вами, в Почаевской лавре, в Колыбеле, всего монашества, в Киево-Печерской лавре, они теперь враги Украины. Такие же, как мы с вами. Все, кто молился эти дни, все с нами. Вместе были объединены молитвой. Теперь большая часть верующих, большая часть жителей Украины, для Украины, для властей Украины враги. И вот поэтому вы поднялись. Объединить народ наш снова в единую силу, ведомую и хранимую Богом. Поэтому, братья, не бойтесь. Идите только вперед. Господь с вами, потому что ваши намерения благие. С Богом. Вперед. Христос воскрес! Во истину воскресе! Христос воскрес! Во истину воскресе! Христос воскрес! Во истину воскресе! Ну что, братцы, сейчас поразмешнем.